Так, у меня немножко заспанное лицо, но, думаю, это не важно. Видосы на канале по сей день выходит довольно редко, но, к счастью, наконец-то это исправилось. И теперь видео будет выходить регулярно каждые 4 дня. Со следующей недели, каждое воскресенье и четверг, будет выходить видео на канале. И так, надеюсь, будет впредь. Ну и вместо того, чтобы много слов каких-то говорить, приятного вам просмотра. И вот я уже готов начать видео. Ну а ты готов ли его посмотреть? Лайк нажми, тогда точно готов. Ну и про подписочку не забудь, ведь у меня на канале очень много полезной информации, которая тебе поможет развиться на ютюбе. Ну напиши в комментариях, сколько бы ты хотел набрать подписчиков на своем канале, да и зачем тебе вообще большая аудитория на ютюбе. Напиши, а я почитаю, и самые интересные истории, и самые интересные комментарии вставлю в новое видео. И так, вот она, ваша любимая рубрика, как набрать подписчиков, раскрутить канал, просмотры, комментарии, все вот это, вот что вы любите. Расскажу про то, что сейчас актуально на ютюбе, то, что сейчас поможет вам продвинуться, и то, на чем нужно вам сконцентрировать ваше внимание. Первое. Какой показатель самый важный для продвижения вашего ютюб-канала и для продвижения вашего видео? Раньше это могло быть количество лайков, количество комментариев, соотношение просмотров, но сейчас кое-что другое вошло в силу, и уже как полгода-год работает. Это удержание аудитории, и процент этого удержания очень сильно влияет на рекомендацию вашего видео. Вы можете в аналитике вашего канала посмотреть, как много людей досматривают ваше видео до конца. Чем больше этот процент, тем круче ваше видео продвигается, тем больше новых людей его могут увидеть. Если у вас 10-минутное видео, а из него смотрят только одну минуту, значит вы что-то делаете не так, и зачем рекомендовать такое видео новым зрителям? Ну, не особо-то и понятно. Недавно я посмотрел интервью с зарубежным блогером, мистер Бист. Я думаю, многие из вас знают его, поскольку у него сейчас один из самых больших каналов на ютюбе. Он своего рода рекордсмен по просмотрам, по активности и по заработку на ютюбе. Так вот именно он сказал то, что именно удержание влияет на продвижение. Он проводил эксперименты и экспериментировал с этим делом. Он старается держать этот процент около 70 и чем больше, тем лучше. На самом деле удержание в 70% на видео, это невероятно огромный показатель. Но у него получается этого достичь, и именно благодаря этому у него миллионы и десятки миллионов просмотров. Если у тебя есть возможность сделать видео короче, всю суть, ужать в 5-минутный видос, даже 3-минутный видос, сделай лучше так. Ведь чем больше у тебя будет этот процент, тем больше шанс тебе выстрелить. Еще один пример. Канал Белуга. Возможно, многие из вас его знают. Чувак делает видосы по Дискорду, 3-2-минутные, иногда 1-минутные, и каждое видео собирает миллионы и миллионы. Я также ознакомился недавно с историей его канала. Оказывается, до этого у него уже был канал практически миллионник, но он решил его более-менее, скажем так, забросить, и стартануть что-то новое. У него сразу же был план делать короткие видео и делать на них максимальное удержание. И у него это сработало. Практически сразу после создания канала и после создания первого видео канал начал набирать огромные-огромные успехи. Все потому, что он сразу же понял, делай короткие интересные видео, которые хочется досмотреть, чтобы ты хотел включить его новое видео, посмотреть еще его, потом следующее и следующее видео. И это работает. У чувака миллиона подписчиков буквально-таки за пару месяцев. Второе, это анализируй свою аудиторию. Понимай, какой у тебя зритель. Возможно, у вас зрители, скажем так, постаршие, которые готовы смотреть 40-минутные видео полностью. Возможно, у вас молодая аудитория, которой нужен фастфуд, быстро-быстро-быстро накидать контента, 10-минутного, грубо говоря, и все. Если вы будете понимать, кто вас смотрит, вы будете понимать, когда выкладывать видео. Например, если у вас молодая аудитория, выкладывать видео понедельник утром, это очень тупо, ведь сейчас школьники пойдут учиться, либо даже студенты пойдут учиться, и ваши видео вряд ли они посмотрят. Выкладывать вечером в таких случаях будет намного лучше Обычно самое лучшее время выкладывать видео это ближе к вечеру Когда все дома и просто сидят, развлекаются, ищут новый контент Но опять же проанализировав свою аудиторию и научив ее смотреть контент утром Можно делать и так Например канал Stop Game, проект Infact, он их называется Каждое утро где-то в 6-7 утра выпускают новостное видео Которое смотрят также десятки и сотни тысяч человек Потому что они знают когда ждать это самое видео Также например ты хочешь заказать себе рекламу на канал У какого-нибудь блогера, либо у кого-нибудь паблика, неважно Если канал у тебя кулинарный, а ты заказываешь рекламу у игрового канала Пускай ты даже любишь его смотреть, тебе он очень нравится, у него огромные просмотры Но купив рекламу у канала не по твоей тематике, ты наберешь вообще левую аудиторию И отзыв будет намного меньше, чем если бы ты взял рекламу у канала по твоей же тематике Или у паблика, неважно Третье, не покупай курсы по ютюбу и всякое подобное Я уже наслышан про быстрый старт, по-моему это называется И про другие подобные курсы, инфопродукты и так далее Где ты вкладываешь деньги и ничего взамен не получаешь Практически вся информация обычно будет находиться в интернете Если ты не знаешь как назвать видео, поищи в интернете Не знаешь как назвать ютюб канал, как оптимизировать, как делать оформление, как делать какие-то вещи Все это можно найти на ютюбе, на моем канале, даже на других любых каналах тоже это может быть Гугли, ищи Купив такие курсы, скорее всего ты просто потратишь деньги в пустую Потому что обычно там полная пустота А иногда ты можешь и канал свой убить Например опять же я слышал про быстрый старт, что там просто крутят видео в плейлистах по кругу И это честно скажу ничего не дает Да, удержание может быть и растет Там еще огромное количество алгоритмов в ютюбе играет роль Которые полностью ломаются, если таким образом все делать, как тебе говорят в этом курсе инфопродукте Даже не знаю как это сказать К сожалению я пока не встречал ни одного полезного и интересного курса по ютюбу Который бы стоил моих и твоих денег Не спорю, возможно, такие когда-то и появятся и они будут Да может они уже есть, просто мне как-то очень повезло на них не наткнуться Хотя честно скажу я искал Обычно там очень посредственная информация, которую можно найти в интернете и так, бесплатно не вложив ни копейки Но опять же, дело ваше Если ты почему-то уверен, что курс тебе поможет И тебе прям в уши накидали говна, что он святой офигенный курс Окей, попробуй, сделай выводы сам Далее я не могу не упомянуть такую вещь, как оптимизация, но вдаваться в подробности ее не буду Так как в этом видео точно есть новые люди, которые не знают, что это такое Пару слов я для этого скажу Ну а ты, зритель мой постоянный, по крайней мере, скорее всего, про это уже все хорошо знаешь и этим пользуешься Оптимизация это то, как ты называешь видео, добавляешь правильное описание, теги и так далее Это один из ключевых факторов продвижения на ютюбе Особенно если у тебя канал завязан на том, чтобы твой канал находили именно через поиск, рекомендации и так далее В описании будет ссылочка на видео, где я подробно об этом рассказываю Кроме того, в том видео я даю бесплатно попробовать VideoEQ Pro А это очень крутой инструмент Этот инструмент позволит тебе лучше писать название, описание, теги И ты точно заметишь то, что твое видео будет лучше продвигаться на том же самом ютюбе Ссылка на это видео будет в описании Вроде бы дальше пятый пункт, потому что я не помню, какой был до этого Не важно Не запрещайте вашей аудитории, которая у вас возможно уже есть Ставить лайки, комментировать, смотреть ваши видео и так далее Речь тут вот о чем Многие каналы почему-то скрывают количество подписчиков, количество лайков Запрещают комментировать, ставят на видео ограничение 18+, Ограничение 18+, полностью убьет новый трафик на твоем видосе Отключение лайков, комментариев, скорее всего тоже очень сильно повлияет на продвижение вашего видео Так как большое количество комментариев, лайков и активности влияет на продвижение контента Это уже давно все знают А вот когда ты скрываешь количество подписчиков, выглядит так, как будто ты пытаешься что-то скрыть Очень малое количество каналов скрывает количество подписчиков, именно больших каналов Я лично знаю только один, BadComedian Все остальные, 99,99,99,99 и так далее процентов, показывают количество подписчиков Потому что человеку всегда приятнее быть частью какого-то сообщества Всегда приятно понимать, что ты, например, тысячный подписчик Либо трехтысячный, либо пятитысячный подписчик, либо там миллионный подписчик Когда ты знаешь аудиторию, которая смотрит человека, ты можешь себя с ней ассоциировать Если же ты подписываешься просто на непонятно что Пустой канал, где нету лайков, комментариев, все скрыто Это очень сильно отторгает и вряд ли твое видео будут досматривать А может быть даже сразу же его выключат, потому что это выглядит очень и очень подозрительно Следующее, шестое На мой взгляд тоже очень важное и интересное То, о чем многие не задумываются Делайте видео на темы неоднозначные Те, где есть разделение людей на за и против Или разделение людей на кто любит это или не любит Например, что популярно и что вызывает у людей, скажем так, интерес Не знаю, инстасамка Нет людей, которым на это посрать На нее точнее посрать Есть люди, которые ее любят и те, кто ее ненавидят И видосы про это также будут собирать либо резко положительную, либо резко негативную реакцию Ведь согласитесь, есть персонажи, которых вы не любите Пускай это будет опять же та же самая инстасамка Но пару видео про нее-то вы точно глянете Потому что вам хочется посмотреть, как ее смешивают с говном И говорят, какая она плохая Или наоборот, может в этом видео ее хвалят И вы хотите зайти и написать, что это неправильное видео Фу, плохо Ведь посмотрите, самые популярные каналы очень часто делают что-то неоднозначное Моргенштерн делает какие-нибудь хайповые проекты И люди опять же делятся на за и против Да это же самое банальное Плейстейшн или Иксбокс Люди опять же делятся на два лагеря Это вечно Это сейчас в ТикТоке популярно Типа смотрите, а ваш айфон так может И там огромное количество комментариев и негатива В плане мой айфон такой хороший и так далее Это вызывает дискуссию и реакцию А вам важно именно большое количество реакций на ваш контент Чем их больше, тем лучше Даже если вам будут ставить дизлайки, негативить Это все равно придет вам в плюс И вы будете набирать аудиторию Со временем вы очень просто Как щелчок пальцев сможете весь негатив превратить в позитив Так делали огромное количество опять же блогеров Это не всегда хорошо с моральной точки зрения Например, не знаю, там съездить в детский дом Снять как все прекрасно Смотрите, я всем помогаю Как делал Эдвард Билл и многие другие Но это вызывает весь негатив в твой адрес превратить в позитив Запомните Простить что-то сделать в вашу аудиторию И постить вообще контент на твой канал Это не стыдно Это нормально Это адекватно И так нужно делать Опять же, посмотрите на других блогеров Они постоянно просят ставить лайки, комментировать, подписываться Если бы это не работало, они бы так не делали И это очень сильно влияет на продвижение Многие забывают то, что нужно сказать чувакам иногда Эй, лайк-то поставьте, прокомментируйте, подпишитесь А ведь блин, иногда люди реально забывают это сделать А если вы говорите это в самом конце видео Возможно, люди до этого момента вообще не досмотрели И знаете, что я вам еще скажу В описании я вам дам ссылочку на то, что написал сам YouTube В плане, как продвигать контент Как продвигать видео на YouTube Ссылочка на вот этот пост от YouTube будет в описании Там более-менее детально рассказаны некоторые вещи Оформление Я знаю, вы сейчас все подумали Блин, опять он про шапки, аватарки, превьюшки Нет, точнее не только Шапки, аватарки на канале, красивые превьюшки Ну а я часто встречаю то, что каналы у новых блогеров пустые Главная страница не заполнена контентом Плейлистов нет Раздела канале пустой Никаких ссылочек на дополнительные какие-то социальные сети нет Раздела канале пустой Раздел сообщества, даже если есть, им никто не пользуется Никто из них не заливает истории, хотя скорее всего уже может Даже название канала это своего рода оформление Зайди и настрой главную страницу канала Сделать это довольно просто Вот тебе шестереночка, нажимай и настраивай Добавь трейлер, какое-то главное рекомендованное видео Постоянно его обновляй Добавляй новые плодисты Ведь иногда проще включить готовый плодист с видео и смотреть его А не искать отдельный какой-то контент у тебя на канале Потому что иногда человеку интересно только что-то одно Разделы канала поможет узнать человеку, что у тебя на канале вообще происходит Делать описание надо кратко и емко Дополнительные ссылки же повлияют на то, чтобы привлечь зрителей твоих на твои какие-то другие социальные сети Либо, не знаю, на твои какие-то бизнес-проекты Но опять же, да, шапка красивая, аватарка красивая Это тоже помогает привлечь новую аудиторию Представь, что ты идешь по магазину И тут перед тобой огромное количество товара Пускай ты хочешь купить себе молоко И у тебя огромный выбор Разный дизайн, разные цены У тебя, скорее всего, глаз упадет сначала на то молоко, которое выглядит интересно Ты на него посмотришь, а потом уже будешь выбирать, исходя из ценника и так далее Так вот на ютюбе то же самое Сначала привлеки человека красивой упаковкой, красивой превьюшкой, красивой шапкой, аватаркой У меня есть студия по оформлению вконтакте Ссылочка будет в описании Мы делаем профессиональное оформление Шапки, аватарки, превьюшки, рисованное оформление, уникальное интро, рекламные видео И все, что вам только нужно в плане дизайна Заходите, заказывайте У нас сотни отзывов, все положительные Всем всегда все нравится Кроме того, сейчас там проходят скидки А скидки у нас очень и очень большая редкость Так что именно сейчас будет лучшее время для заказа оформления Переходи, заказывай и сделай себе подарки своим подписчикам тоже Поверь, на ютюбе хоть и сложно, но можно пробиться Не забудь поставить лайк Прокомментировать и рассказать о том, сколько у тебя подписчиков сейчас И сколько ты хочешь подписчиков на свой канал Ну и конечно же подписаться на канал Ведь у меня все еще есть 3 миллиона подписчиков И я хочу его набрать Также ссылочка на студию по дизайну будет в описании Адьос